Здравствуйте, микрофона Михаил Хазинович. Длинный час, поэтому на вопросы останется больше времени, чем обычно. Посвящена она будет отношениям России и Украины, поскольку на прошлой неделе все СМИ, особенно украинские, заполонила страшная совершенно информация о том, что злобные русские, которые люто ненавидят Украину, не пускают на свою территорию украинские товары. Вот здесь давайте мы разделим мух от котлет и разделим объективную экономическую ситуацию от некоторых подбрасываемых нам врагами вредительских версий. Итак, первое. Украины сегодня стоит выбор экономический. Пойдет ли она на запад в зону свободной торговли с Евросоюзом или вступит в таможенный союз? С точки зрения экономики ответ абсолютно очевиден. Вступление в зону свободной торговли с Евросоюзом, даже если смотреть просто на те обязательства, которые Евросоюз открыто и публично выкатил Украине, там много всякого бреда, тяжелого, вроде переделывания колеи железной дороги на европейский более узкий, чем в России. Стандарт. Суть этих требований — полный разрыв отношений с Россией. Отмечу, что такие же требования были к Восточной Европе. Литву и Болгарию заставили даже закрыть Игнолинскую и Козлодуйскую атомные станции, из-за чего и Литва, и Украина испытывают сегодня очень серьезные сложности. Электричество в них сильно более дорогое, чем могло бы быть. Но главный смысл этой бумаги такой. Поскольку вы имеете счастье идти в цивилизованную Европу, то по этой причине рынки мы вам все равно не откроем. Вы будете нищенствовать, но в качестве компенсации вам будет счастье, что вы находитесь на пути в Европу. Все то, что работает в экономической, технической и прочей кооперации с Россией, все должно быть закрыто. Я напоминаю, что Украина это все-таки 50 миллионов человек. Это не Литва и не Болгария. И в этом смысле, конечно же, это будет для многих миллионов, если не десятков миллионов экономической катастрофы. Более того, это в общем на Украине понимают люди. Но этого категорически не желают понимать элиты украинские по нескольким причинам. Причина первая состоит в том, что у этих элит, как, впрочем, и у наших тоже деньги лежат на Западе. Причина вторая состоит в том, что эти элиты, в общем, украинские в смысле, они искренне убеждены, что сохранить свои активы, которые в общем получены примерно таким же не совсем корректным способом, как и в России, можно будет только при условии, что будут институциализированы именно западные правила общежития. Откуда они это взяли, науке непонятно, но тем не менее, может быть под влиянием западной пропаганды. Наконец, бешеные деньги вкладываются западными организациями, прежде всего польскими. Потому что поляки, когда шли в Евросоюз, они открыто говорили в Брюсселе, учтите, мы придем в Евросоюз не одни, на Украине всегда были наши холопы, и наши холопы там останутся. Мы их и приведем на веревочке, и будет вам 50 миллионов холопов для, ну, фактически, бесплатного труда. Меня очень удивляет, почему украинцы, а также русские, которые живут на территории Украины, и которые уж точно не должны по поводу поляков испытывать никаких комплексов, это все терпят. А что касается России, то тут все ясно, потому что увеличение экономической кооперации с Россией сразу же и довольно быстро приносит Украине довольно много плюсов, если Украина вступает в таможенный союз. Но есть одна проблема, если она не вступает в таможенный союз, а вступает в зону свободной торговли, то фактически у нас получается открытая граница с Евросоюзом. А это большая проблема для России, мы это видели на примере вступления в ВТО. Никаких плюсов мы не получили, один сплошной негатив. И по этой причине Украину честно предупреждали. Ребята, если вы вступаете в зону свободной торговли с Евросоюзом, то у вас будут проблемы, мы будем относиться к вашим товарам абсолютно в полном соответствии с правилами ВТО, но абсолютно формально. Ну, это называется или итальянская забастовка, или японская забастовка, когда в разных местах по-разному. То есть, иными словами, все чиновники на таможне начнут в отношении украинских товаров полностью соблюдать все нормы, порядки и правила. Что, как, понятно, в нормальной жизни делает трансграничные переходы практически невозможными, поскольку все мы понимаем, что в нормальной жизни никто никогда, там, все контейнеры не досматривает, все товары не проверяет и так далее. Возвращаемся в студию микрофона, Михаил Хазин. Продолжаем нашу сегодняшнюю передачу. И вот здесь имеет место одно очень увлекательное место, о котором нужно сказать. Дело в том, что подавляющая часть украинских олигархов, я уже говорил, это украинские элиты, они смотрят на Запад. Но именно они в основном и торгуют с Россией. То есть, иными словами, для украинских олигархов, которые через свои СМИ транслируют всю вредность России и, соответственно, движения на Запад Украины, им почему-то предоставлено максимальное благоприятствование при зарабатывании денег в России. С точки зрения политики это нонсенс. Это результат коллаборационистской политики либерального правительства. Напомню, что когда русофоб Ющенко шел в президенты, то вся, в том числе бюрократическая российская элита, на словах демонстрируя свое возмущение, на самом деле его поддерживала тщательно. Что мне как раз и представляется явным доказательством того, что либеральные элиты являются врагом российского государства. Но сегодня ситуация немножко изменилась. Беда стояла в том, что никто, кроме либералов, эту ситуацию не контролировал. А те спецслужбы, которые, значит, эту тему вскрывали, им объясняли, чтобы они как бы не лезли не в свое дело. Сегодня ситуация немножко стала меняться. И вдруг неожиданно выяснилось, что основные преимущества у тех, кто враг, соответственно, сближения Украины с Россией. Ну, в этой ситуации совершенно естественная политика. Ну, как бы, американцы в таких случаях просто вводят санкции. Мы в этом смысле оказались чуть-чуть более лояльны. Никаких санкций, а просто тупо более аккуратно к этим людям будем относиться. Тут же, естественно, вылезли нарушения, несоответствия и т.д. И в результате выясняется, что люди, которые тащат, пытаются оторвать Украину от России, больше не должны получать в России прибыль. Ребята, вы хотите в Европу, там и получайте. Другое дело, что они прекрасно понимают, что в Европе они ни копейки не получат. Это просто невозможно. Но это, в конце концов, их проблема. У Украины осталось очень мало времени. Фактически, в ноябре уже будет саммит. Теоретически, вот эту работу по доведению до украинских олигархов реальной информации, что их ждет, нужно было делать много раньше. И даже не год, и не два, а десять лет тому назад. Но, к сожалению, еще раз повторяю, у нас была чрезвычайно коллаборационистская элита. Она и сегодня остается вот такой. Она готова продавать Россию направо и налево. Напомню, у наших олигархов и у наших чиновников деньги тоже лежат на Западе. Да, конечно, по новому закону счетов у них может не быть. Но вместе с тем непосредственных счета, например, у их там жен, детей и так далее, вполне быть могут. В этом смысле я не очень понимаю, как может отстаивать интересы наши какой-нибудь чиновник, там, замминистра, когда у него там сын или дочь не просто учится в университете, в той стране, с которой он как бы спорит, но еще и при этом явно собирается там остаться. А какой вообще можно говорить об отстаивании интересов? Ему просто как бы дочки подойдут и скажут, если ты хочешь, чтобы у тебя не было неприятностей, поди позвони папе и скажи, чтобы он там не выкобенивался. Но это же абсолютно очевидно, более того, это просто делается. Я напоминаю, у нас уже были случаи, когда у наших даже не министров, а вице-премьеров, детей, скажем, в Лондоне арестовывали. И что? Вы хотите сказать, что человек, у которого сын арестован в Лондоне, может вести политику, противоречащую интересам британской империи? Я в это не верю. Ну то есть или он должен что? Он должен сказать, а мне плевать, пускай хоть сдохнет этот урод в британских застенках. А если он вообще ни в чем не виноват? А если это подстава? Как это было там с Лос-Астросканом или еще кем-то? То есть нужно отдавать себе отчет, что у крупных чиновников, которые реально отстаивают интересы России, дети не должны жить за пределами страны. Или, по крайней мере, в тех странах, с которыми нужно бороться. То есть это просто, это нонсенс, да, этого быть не должно. Ну вот, значит, продолжая дальше. Ситуация с Украиной, она как бы в некотором смысле разрешилась, потому что была встреча премьеров Медведева и Азарова. Азаров, человек, который умный и который все прекрасно понимает. Он, кстати, не может не понимать, что формально мы никаких правил вообще не нарушали. Что был неявный режим наибольшего благоприятствования, который больше по отношению к людям, которые ведут русофобскую политику, не может продолжаться. И в этом смысле он прекрасно понимает, что Украине любой ценой нужно вступать в таможенный союз, потому что иначе будет экономическая катастрофа. Другое дело, что его возможности ограничены, он политикой вообще не занимается. Но тем не менее, именно потому что он понимает, что происходит, он понимает, что если в ноябре Украина подписывает документ о зоне свободной торговли, то в этом случае то, что сегодня является таким вот, такой вот в некотором смысле демонстрацией, станет нормой. И дело тут даже не в России, а в том, что есть еще и Белоруссия, и Казахстан, и они не понимают, почему их экспорт в Россию должен конкурировать с экспортом Евросоюза, который транзитом через Украину гонит, будет гнать свои товары. Нет, ситуация для Украины резко изменится в худшую сторону. И это для нее будет экономической катастрофой. Понимаете, тут еще есть одна тонкость. Украина все-таки суверенная страна, она должна самостоятельно принимать решение. Беда состоит в том, что ей это очень сложно сделать, потому что, как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. СМИ на Украине все контролируются Западом с точки зрения идеологического обеспечения. Они все в некотором смысле русофобские. Школьное образование русофобское, ну и так далее, и тому подобное. Хотя ситуация при Януковиче чуть-чуть стала улучшаться, но, в общем, не сильно. С русским языком стало чуть-чуть полегче, там еще чего-то. Но, в общем и целом, вот эта вот русофобская линия, она на Украине очень сильна. И на самом деле это очень опасная штука, потому что, опять-таки, когда вся эта история начиналась с начала 90-х, то имелось в виду следующее, что Украине дадут какой-то кусок, ну, как дали Польше, как дали Прибалтике, еще чего-то, и этот кусок компенсирует те потери, которые она понесет от того, что разорвет отношения с Россией. И дальше политически оторвут от России, и все будет замечательно. Сегодня ситуация изменилась, потому что стало понятно, что денег нету. То есть, иными словами, Украины выбор следующий. Либо политически с Европой в тотальной нищете, но посмотрите на Болгарию, да, из которой уже эмигрировало колоссальное количество людей. Посмотрите на Прибалтику, где люди голосуют ногами, потому что у них нет будущего. А и при этом нужно еще понимать, что сейчас, когда уровень безработицы в Европе будет расти, их всех вытеснят обратно. Вот и представьте себе картиночку. В Литву приедет полмиллиона человек, а в Эстонию там еще больше, у которых нет перспективы, но которые активны. Они же там разнесут все. Вот, а на самом деле в Болгарию целенаправленно тащат в ситуацию экономической катастрофы. Если она пойдет в Евросоюз. Я думаю, что украинцы это все понимают, что ее тащат, но при этом проблема состоит в том, что на Украине, как и в любой, впрочем, стране, который на месте бывшего СССР, нет механизмов, которые бы народ мог свое мнение хоть каким-то образом довести до власти. Власть его просто игнорирует. Поэтому надо что-то делать. Да, я не знаю, что там. Демонстрации устраивать или еще чего-то. Ну, за исключением Белоруссии, в которой власть очень внимательно следит за тем, чего народ хочет. Но в Белоруссии это особенность. Ну, в общем, для Украины пришло время выбора и пожелаем ей сделать выбор правильно.